Потому что требования, которые мы будем предъявлять в ходе реализации проекта, будут не просто максимально приближены к ГОСТам, они будут выполняться в соответствии с ГОСТами на выполнение научно-исследовательских работ. Давайте дальше. Итогом выполнения работ результат должны стать не только отчеты, хотя они предусмотрены безусловно по завершению работ, результат всегда для нас субстанциональный. Он должен завершаться определенной сущностью, материальной сущностью. Значит, с точки зрения показателей, вот здесь такие сущности введены как прототипы электронной компонентной базы и образцы материалов, то, что мы будем ожидать от вас. Понятно, что в рамках выполнения ориентированных и прикладных исследований эти результаты будут несколько различаться. В ориентированных исследованиях минимальный результат, который мы ожидаем от вас, завершается лабораторным образом. А вот в прикладных исследованиях это либо экспериментальный образец, либо опытный образец, либо опытная партия материалов. Понятно, что для разных направлений, собственно говоря, для технологии, системы автоматизированного проектирования, оборудования материалов, это будут разные субстанциональные результаты. Но здесь переходим к некоторому существенному моменту, что означает нынешние конкурсы от всех ранее проводимых конкурсов Российским научным фондом. Это максимально детальное, артикулированное определение того результата, который должен быть получен по итогу выполнения проекта. Я хочу сказать, что это не только максимально детальное и точное описание того результата, который должен быть получен. Это те требования, которые совместно в рамках взаимодействия с Российским научным фондом сформулировала организация заказчиков. Вот пункты, связанные с седьмой, восьмой раздел, как вы видите, хорошо, что мы проводим в формате вебинара, перед нами есть мониторы, и вы можете очень внимательно посмотреть на этот слайд. Итак, седьмой, восьмой пункт определяет те требования к результату, которые должны быть достигнуты. Эти требования установила организация заказчиков, исходя из своих планов, производственных планов, которые нам предполагают реализовать и в рамках которых необходимо соответствующие разработки. Вот это необходимо удерживать при формировании заявки, понимание. Это первое. Второе, что очень важно, что технические требования организации заказчика используются организацией-заявителем, которые претендуют на то, чтобы стать организацией-исполнителем, при формировании своей заявки и при формировании проекта технического задания. На что бы обратил ваше внимание? Чуть далее я еще раз к этому вернусь. Фактически вот в рамках пункта 7 технических требований организация заказчика отвечает на вопрос, что она хочет получить. Это очень важно. В рамках пункта раздела 8 организация заказчика устанавливает общее требование, как она хочет это получить. Мы еще будем останавливаться на форме, связанной с техническим заданием, но сразу хочу указать на то, что фактически вот раздел тем, который определяет требования к результату, во-первых, они полностью переносятся в проект технического задания, который формирует организация-заявитель в рамках данного конкурса, и не может быть изменено. Но эти требования не могут быть изменены. Какой часть? Они не могут быть уменьшены, сокращены, удалены. Параметры могут быть расширены, уточнены, но сокращение требований к результату недопустимо. Это будет рассматриваться как нарушение требований к представлению заявок. А вот раздел 8, который также частично составляет из себя последующие технические задания на выполнение, конечно, является в большей степени прерогативой организации-исполнителей. Она может раскрыть подходы к реализации выполнения задания. И фактически раздел 8, ну, здесь задает требования к тому, как составные организации заказчика видятся исполнением. Но при формировании технического задания, при формировании соответствующей формы, организация-исполнитель, конечно, имеет возможность здесь насыщить и представить расширенное представление о том, как предполагается выполнение соответствующих работ. Очевидно, что, ну вот, в данном случае раздел 7 фиксирует требования к лотам, которые связаны с разработками в области технологий. Несколько иные требования, безусловно, и это, естественно, устанавливаются для разработок в области исследования разработок, связанных с оборудованием, материалом и системами автоматизированного проектирования. Сразу хотел бы обратить ваше внимание, в данном случае нужно относиться к конкурсной документации, в данном случае она насыщена сносками, прошу вас внимательно читать эти сноски, потому что они указывают в отдельных случаях требования к дополнению отдельных полей форм заявок с точки зрения переноса информации, которая есть в технических требованиях, соответствующей разделе форм заявок. Ну что, двигатель дарки. Я хочу сказать, что технические требования, которые мы с вами рассмотрели, являются основной частью конкурсной документации, так называемого приложения 1. Можно еще посмотреть конкурсную документацию и увидеть, что фактически для каждого из семи объявленных конкурсов именно приложение 1 составляет основной объем тех требований, которые определяют условия проведения конкурса. Итак, немаловажное требование в нынешних семи конкурсах – это наличие софинансирования проекта. Обратил бы ваше внимание, что софинансирование проекта обеспечивает организация заказчиков. Это первое. Расходы организации заказчика должны быть учителы. Это означает, что организация заказчика к организации исполнительной должна вести разделе учетов. Расходов в рамках выполнения проекта. К учету, в качестве финансирования попадают те расходы, которые направлены на реализацию мероприятий, предусмотренные планом графика. В смысле, план график становится основой, которая актуализирует и валидирует расходы, которые выполняет организация заказчика, которая поделит на то, чтобы считаться вкладом в софинансирование проекта. Объем средств, которые организация заказчика должна предоставить в качестве финансирования, небольшой. Но все же есть. Он 5%, не менее 5% должно быть предоставлен. Предусмотрены две формы финансирования. Ну, собственно, денежные средства, стандартные, когда организация заказчика просто передаст средства на выполнение на 9 мероприятий, плана графика организации-всполнителя, она сможет их выполнить. Но, как я понимаю, основной интерес для всех, для организации-всполнителя и организации заказчика, это возможность зачета в качестве вклада в средства, которое понесет в качестве затрат организация заказчика. Здесь, в конкурсной документации, мы постарались настроить систему, чтобы она видела эти средства, которые разумным образом могут быть потрачены организацией заказчика. Какие же это? Это стоимость использованных материальных запасов, это сумма начисления маркизации, и затраты на выполнение сторонними организациями отдельных работ, которые являются основной частью плана графика к выполнению работ по проекту. Обращаю ваше внимание, что не все средства, в зависимости от источника, могут быть зачтены у организации заказчика. Это традиционное требование практически во всех конкурсах, которые идут за счет средств федерального бюджета. Безусловно, это не могут быть средства ни государственного задания, ни целевой субсидии, ни средства иных фондов поддержки научно-технической деятельности, и вообще все средства бюджета, которые направляются по направлению, которые предоставлены в качестве поддержки организации заказчика. Мы сейчас перейдем к слайду, связанному с финансированием, и я бы исходно попросил вас обратить внимание, что направление расходов на софинансирование будет очень сильно коррелировать с теми расходами, которые будут приниматься в качестве финансового обеспечения расходов проекта. Можно следующее, да? Обращаю ваше внимание, что все расходы прямые, это может быть необычно, но мы многократно проходили обсуждения и в рамках научно-технологического совета, и с экспертами отрасли, и нам кажется, что мы учли все возможные направления расходов, которые ранее в той или иной степени попадали в качестве косминга. По нашему мнению, косминные расходы учтены в следующих опциях, которые мы предусмотрели в рамках прямых расходов. Это то, что на административно-управленческий персонал вы можете расходовать средства, но не более 5%. Вы можете расходовать средства на командировки, связанные с целями выполнения проекта, и также вы можете расходовать средства, связанные на содержание аренду и эксплуатацию оборудования. Что для нас принципиально, что в этой ситуации мы должны, безусловно, ввести, как я уже говорил, расселивный учет и обширять расходы в соответствии с теми, относить эти расходы на выполнение проекта в соответствии с локальными расходами вашей организацией. Можно сейчас просто перелистнуть назад, чтобы еще раз указать, что связь между направлениями расходов на финансирование, на прямые расходы, и те средства, которые будут использоваться, могут рассматриваться в качестве зачета, как вклад в рамках финансирования организации заказчика. Вы видите, что и там, и там есть возможность направлять расходы на использование материальных запасов, сумма относительной амортизации, в данном случае, с финансирования, прямых расходов – это расходы, связанные на содержание, эксплуатацию оборудования, то есть пересечения у нас здесь напрямую есть. Давайте двигаемся дальше. Перейдем к составу заявки. Значит, в отличие от традиционных конкурсов Российского научного фонда, у нас не три формы, их стало восемь, и они изменились по содержанию. Я бы обратил ваше внимание, что эти формы делятся на две, можно выделить две, что ли, группы, группы форм, у которых разная целевая функция. Первые пять форм, ну, я не беру, в общем, титул, но первые пять форм фактически должны убедить фонд, экспертизу фонда в потенциале коллектива в реализации соответствующего проекта. А вот шестая, седьмая, восьмая форма должны убедить в том, что есть представления, есть планы, которые точно обеспечивают организацию выполнения проекта. Итак, потенциал и организация выполнения проекта – вот две группы форм, и в этом смысле, когда вы их заполняете, вы именно это должны удерживать в голове. в силу того, что при экспертизе именно на это будет направлено внимание экспертов, именно вот на ответы на соответствующие вопросы в рамках экспертного заключения должны составить позиции фонда в рамках экспертизы, что действительно организация обладает необходимым потенциалом, и представление об организации выполнения проекта точно гарантирует достижение того результата, который обозначен организацией с заказчиком и сформулировано у нас в рамках приложения одиноконкурсной документации в виде лотов. И давайте отдельно пройдемся по каждой из форм. Итак, форма первая – это общее сведение о научно-техническом, о научном и научно-техническом проектах. Конечно, эта форма должна давать общее представление о проекте, она должна задавать его рамку, точно пофокусировать внимание на решение тех технологических, на решение тех задач, которые стоят в рамках технологического предложения организации заказчиков. Вы видите, здесь есть разделы, связанные с определением требований к той технологии, материалу, оборудованию, к программе, которая должна быть получена по итогу выполнения проекта, тех характеристик, которые она должна обладать. Это, безусловно, должно быть увязана с решением той научной либо научно-технической задачи, которая практически выступает барьером достижения соответствующих характеристик у технологии, оборудования, материала, либо программного обеспечения. И, обращая ваше внимание, конечно, фиксация того результата, которые должны выйти по итогу выполнения проекта. Следующая форма. Форма о сведениях об организации участников конкурса. Это новая форма для практики Российского научного фонда. Связанная это с тем, что ответственность за выполнение проекта переносится на организацию заявителя, на организацию исполнителя, потому что для фундаментальных поисковых проектов было характерно, что ответственность лежит на научном руководителе. В данном случае для прикладных и ориентированных исследований эта ответственность лежит на организации заявителей, на организации исполнителей. И здесь, конечно, оценивается, с одной стороны, инфраструктурный потенциал организации. Это наличие соответствующей исследовательской экспериментальной инфраструктуры, которая необходима для выполнения проекта. Это, безусловно, доступ организации к возможности проведения экспериментальных работ, испытаний тех результатов, которые получены в рамках проекта на производственных технологических участках. Это, безусловно, опыт в выполнении прикладных и опытно-кастерских работ, которые есть у организации. И, немаловажно, в геометрии электроники уж точно, это наличие организации сертифицированной системы менеджмента качества, которая обеспечивает достижение определенного уровня качества при выполнении исследований и разработок. Форма номер три. Сведения о руководителе проекта. Традиционная форма для Российского научного фонда. Но здесь бы обратил ваше внимание, что помимо традиционных информации, которая характеризует руководителя как научного руководителя, имеющего определенный бэкграунд исследований, который выражается в полном статье, выражается патента, отдельно требуется представление информации о его участии и руководстве на выполнении прикладных и опытно-конструкторских работ. В форме номер четыре необходимо представить сведения уже о коллективе, который будет принимать участие, для того, который непосредственно будет выполнять проект. И здесь помимо того, что необходимо показать тот опыт, который есть у этого коллектива в выполнении прикладных и опытно-конструкторских работ, работ, связанных с взаимодействием с производством, раскрыть коллектив, указать ту часть, которая будет заниматься и сервисской частью, та часть, которая возьмет на себя выполнение инженерно-технических задач, и те, кто будет выполнять задачи, связанные с администрированием проекта. Отдельно бы обратил ваше внимание, что есть раздел, связанный с описанием организации системы управления проекта и распределения ролей. для нас это важно, чтобы у заявителя было понимание, кто из участников коллектива, какая зона ответственности конкретно у каждого участника коллектива. И завершающая форма в группе, связанной с оценкой потенциала, это форма точно большая, форма 5, одержание проекта. Ключевая цель, ключевая задача данной формы это убедить специфизу, убедить заказника, организацию заказчика то, что коллектив точно знает, как достигнуть требовавого уровня зрелости технологий. В данном случае мы выделили две группы позиций, они находятся в определенной связи между собой, позиция с 5.1 до 5.5 и с 5.9 до 5.12. В форме есть ряд других позиций, но я бы обратил ваше внимание именно на эти две группы позиций. Если начну со второй группы позиций, текущего уровня зрелости технологии до того уровня, который необходимо достигнуть, важно, чтобы коллектив продемонстрировал, что он обладает, во-первых, заделом в точке зрения технологической разработки, которую представляет, и у него есть известные аргументы относительно того, что он готов достигнуть требовав уровня зрелости технологий, тот, который запрошен организацией заказчиков. И первая группа, она фактически должна подтвердить через раскрытие научной составляющей то, каким образом предполагается обеспечить достижение соответствующего целевого уровня зрелости, исходя из решения конкретных исследовательских задач и той методологии, которая будет использована при решении этих исследовательских задач. Давайте перейдем к следующей форме. Она начинает вторую группу, которая должна определить подходы к организации выполнения проекта. Фактически в последующем станет основной частью соглашения. это техническое задание, это план графика выполнения работ и смех выполнения работы. Я надеюсь, что вам всем хорошо видно, потому что вы сидите перед мониторами. Пришлось именно таким образом предложить. На окладе вы видите отличные две составляющие технические требования, которые лежат в предложении 1. Это характеристики лота, для которой объявлен конкурс. и вправо техническое задание, структура технического задания, которое представляется как шестая форма в рамках пакета заявки на рамках договорного конкурса. Как я говорил, отдельные разделы из технических требований напрямую входят в техническое задание. Раздел тем из технических требований переходит в соответствующий раздел, это раздел 4, техническое задание, которое определяет технические требования к результату. Отвечает вопрос, что вы это проговорили. И видите, что есть ряд разделов, которые попадают в раздел 8 из технических требований, они очинили в раздел 5, в раздел 7 в техническое задание. В то же время, еще раз хочу сказать, это обязательные требования, которые установлены организационным заказчиком, но отвечая на вопрос как и фиксируя тот состав работы, тот объем работы, который предполагаете организации выполнить для того, чтобы достигнуть требуемый результат, остается важным прерогативом. И оттого, подробно и точно детально вы сможете раскрыть предстоящие работы, конечно, это повышает характеристики заявки и позволяет наиболее высоко оценить ваши заявки по отношению к той, которой соответствующее внимание не будет уделено при раскрытии объема выполняемых работ. форма седьмая это план график выполнения работ, он практически является основанием с одной стороны распределения работ по этапам и в этом смысле позволяет вам хорошие основы для с одной стороны обоснования и учета софинансирования в рамках этапов и выполнения отдельных работ, финансирование по которым предполагается в швизе счет средств либо вклада организации заказчика, ну и, наверное, что более важно для вас как организации исполнителей это составить качественную смету и в последующем подготовить качественный план совместных работ которые фактически детализируют выполнение работ которые будут представлены в плане графика выполнения вы видите что здесь в рамках этапов увязаны планируемые работы они увязаны с объемами финансирования с объемами софинансирования а также с теми отчетными документами которые вы должны представлять в рамках промежуточных контрольных средств выполнения отдельных этапов которые позволят и вам и нам настроить систему контроля и мониторинга реализации проекта ну давайте подойдем к завершающей форме это форма сметы расходов она построена по направлениям расходов которые еще раз подчеркну что это прямые расходы выведете раздельный учет общих отходов общих хозяйственных расходов которые вы относите на выполнение проекта в рамках тех локальных актов которые есть в организации вы видите что форма дополняется на все три этапа сразу хочу сказать что условиями конкурса условиями соглашения предусматривается возможность корректировки и сметы отходов и плана графика и надельных случаев даже технического задания если соответствующее обоснование будет председателя в этом смысле это не является некоторой такой догмой которой вам предстоит идти три года ну и завершение еще хочу сказать что все взаимодействие в рамках заявки мы осуществляем с вами в рамках информационно-аналитической системы на сайте российского научного фонда есть вся необходимая методическая информационно-методическая база для того чтобы вы могли посмотреть каким образом это расширяется понимая что основное количество участников нашего сегодняшнего совещания принимают участие в нем являются участниками информационно-методической системы и для них это не являются новостью но для тех кто таковым не является в первую очередь необходимо стать ее в первую Продолжение следует...